всем добрый день с вами снова мы и сегодня в нашей статье мы поговорим о собственно слушаем дальше в этой статье мы расскажем о традиционном и почитаемом продукте питания жителей тибета тибетской цампе о ее пользе вреде и конечно рецептах приготовления тибетской цампы в домашних условиях так как это очень интересный и значимый продукт как в традиционной тибетской кухне так и для эзотерически направленных людей и просто полезный продукт способствующий здоровью и высокому уровню энергии интерес к тибету жизни культуре и философии горного народа и тибетских монахов всегда был довольно высок высокие горы плато снег на юге и непроходимые пустыни на севере изолирует тибет от всего мира резко континентальный климат большие перепады температур между днем и ночью мало осадков сухой воздух живут там терпеливые и стойкие люди другим в тибете просто не выжить тибетская цампа это пищевой продукт мука из обжаренного ячменя только более грубого помола чем обычная мука в тибете в цампу добавляют масло из молока яка и зеленый чай но сам по популярна не только у жителей горного тибета но и у кочевых народов нашей страны питательность простота приготовления и хранения делали ее неизменимой при кочевом образе жизни буряты башкиры алтайцы и тувинцы не забывают традиционные рецепты своих предков монахи тибета почти не имеют связи с внешним миром их годы проходят в молитвах медитациях и работе размеренная жизнь монахи никуда не торопятся день начинается и заканчивается молитвой цампа в питании тибетских монахов играет большую роль длительные медитации в завстывших позах ограничения в еде часто приводят к отекам и слабости и именно священная еда как называют цампу буддисты уберегает их от болезней и дает силы ламы используют ее для подношения богам на алтари и во время религиозных праздников разбрасывают цампу вокруг себя самой дорогой собакой в мире считается красный тибетский мастиф который был куплен за полтора миллиона долларов причем здесь собаки спросите вы ответ в том чем кормят тибетских мастифов на родине смелый сильный и терпеливый мастиф с древних времен и по сей день охраняет стада верно служит хозяевам пастухам в тибете этих собак испокон веков кормили в основном цампой которую смешивали с ячным сыром часто еды не хватало и людям поэтому собакам доставалось немного когда смотришь на фото эти гигантов сложно представить что по нашим представлениям они мягко говоря не доедают еще одно подтверждение питательности этого необыкновенного продукта сегодня можно цампу купить в магазинах предприниматели как правильно из тех народов для которых блюда из ячменной муки являются традиционными открыли производство этого полезного продукта люди которые уважают корни и поддерживают традиции своего народа достойны уважения благодаря им мы не только получаем информацию о культуре питания разных народов но и имеем возможность приобретать натуральные качественные и такие полезные продукты мука из обжаренного ячменя содержит множество полезных микроэлементов магний железо селен цинк медь и другие при скудном питании в горах и анемии белки углеводы и пищевые волокна в правильном соотношении задержатся в ячмене цампа своими полезными свойствами способствует растворению солевых отложений в суставах полезно пожилым людям страдающим артритом улучшает пищеварение и способствует похудению восточная медицина рекомендует цампу при лечении анемии диабете болезнях легких склерозе отеках а также при мужском бессилии цампа укрепляет иммунитет и те кто употребляют ее регулярно меньше болеют простудными заболеваниями растительный белок который с лихвой содержится в цампе помогает выдерживать большие физические нагрузки и еще в ячмене много фосфора что очень нужно для работы мозга потому сам по проверено временем можно сказать тысячелетиями и сложными условиями у ячменной муки своеобразный вкус который не всем нравится но мы в отличие от жителей тибета имеем большой выбор продуктов и приправ которые могут этот вкус разбавить это мед тростниковый сахар цукаты сгущенное молоко мороженое конфитюры разные соусы и так далее помня о пользе цампы стоит попробовать включить ее свой рацион а также включить фантазию и свой кулинарный опыт и тогда вы сможете найти свой неповторимый рецепт приготовления цампы и блюда из нее которыми вы будете делиться с друзьями и родственниками небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности прикройте глаза расслабьтесь и вспомните они забыли ли вы поставить лайк под этим видео а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых добрых и постоянно развивающихся личностей чаще тренируйте осознанность всем добра и мудрости а мы продолжаем чай кочевников 3-4 столовые ложки кирпичного чая растереть и залить литром воды довести до кипения затем добавить 2 стакана молока и ложку топленого сливочного масла после этого в напиток насыпать 100 грамм цампы и довести до готовности при желании по вкусу добавить соль лепешки из сампы используя проверенные вами рецепты приготовления лепешек на кефире или молоке можно сделать это блюдо гораздо полезнее одну треть обычной муки заменить цампой необходимость менять пропорции остальных ингредиентов нет хорошая возможность порадовать родных новым блюдом каша из сампы обратите внимание на этот простой рецепт он реально поможет сэкономить такое важное утреннее время приготовление каши из сампы на завтрак в глубокую чашку насыпать две три столовые ложки цампы одну ложку сметаны немного чая с молоком и сахар по вкусу тщательно размешать густоту каши можно менять по желанию добавляя чай другие рецепты десерты и мясные блюда 1 современный рецепт приготовления цампу смешать растопленным маслом добавить орехи цукаты мед вымесить и сформировать шарики после охлаждения десерт готов второе в кипящий мясной бульон положить картофель морковь и лук соль перец по вкусу за пять минут до готовности добавить зелень и горсть цампы хорошо перемешать и дать немного времени чтобы мука разбухла третье курица в кляре готовим кляр четверть стакана пшеничной муки и два яйца соль и немного воды взбить до консистенции сметаны кусочки куриной грудки отбить окунуть в кляр и обжарить с двух сторон до готовности четвертое шоколадные колбаски в измельченное печенье добавить цампу какао порошок растопленное сливочное масло по желанию можно добавить грецкий орех или обжаренный и очищенный от шелухи арахис сахар по желанию и по вкусу тщательно вымесить сформировать колбаски для удобства придания формы можно использовать пищевую пленку положить в холодильник на ночь как же самостоятельно приготовить цампу если нет возможности купить не стоит огорчаться приготовить цампу в домашних условиях самому совсем не сложно более того это даже полезнее промытую ячменную крупу подсушить на полотенце и аккуратно обжарить на сковородке без масла лучше не дожарить чем пережарить измельчить в кофемолке и сам по готова даже если вы не нашли в магазине ячмень то купите перловку перловка если вы не знали это отшлифованный ячмень из-за обработки в перловке клетчатки меньше но других полезных свойств практически достаточно чтобы получить основную пользу этого продукта используя предложенные простые рецепты приготовления цампы каждый день можно изменить на свой вкус добавляя разные ингредиенты и меняя способы приготовления тибетская цампа очень сытный продукт если вы первый раз пробуйте эту пищу нужно не только загадывать желание но и не переусердствовать главное помнить о мере прислушиваться к своему организму и не перенебрегать советами врача вот и все что мы хотели сегодня рассказать вам но конечно же чаще посещайте наш портал обучения и саморазвития читайте о тибетских традициях о здоровом питании о кухнях различных народах мира о жизни в буддийских монастырях о самом тибетском буддизме и многое многое другое а на сегодня все мы прощаемся с вами и желаем вам здоровья счастья и везения но на этом еще не конец вернее все только начинается большая просьба именно к тебе лично не забудь подписаться на этот канал обучение общение саморазвития чтобы каждый день становиться все успешнее осознание добрее и мудрее развиваясь вместе с нами и нашими экспертами а главное общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами которые будут тебя мотивировать к новым достижениям не бойся дружить советовать и помогать другим в комментариях и конечно чтобы получать оповещение последних и самых полезных видео рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик также не забудь поставить лайк если тебе понравилось видео напиши свое мнение или вопрос по теме а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто ведь мы читаем все комментарии поддержи нас и развивайся вместе с нами ну и конечно если ты больше любишь читать то заходи на наш официальный сайт портал обучение саморазвития где можно найти тот же материал и в печатном виде ссылка на эту статью на сайте будет в описании а если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу и главное не забудь поделиться этим видео с друзьями давай делать больше хороших дел распространять знания и помогать друг другу доброты и мудрости к сожалению так не хватает этому миру а на этом будем прощаться рекомендую посмотреть и другие видео в том числе на непривычные для тебя темы важных направлений саморазвития на самом деле очень много поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов чтобы каждый мог найти нужное а также имел возможность развиваться в разных темах а не только зацикливаться одной сужая тем самым свое видение мышление и мировоззрение естественно желаю тебе в любом случае мудрости любви успеха и всех остальных благ хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня а сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни или чтобы стать еще мудрее переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведение или из тех которые ты сейчас увидишь перед собой на экране всем добра